Сразу же после возложения цветов началось построение колонны Бессмертного полка. С портретами родственников, сражавшихся на войне, жители прошли по улице Кирова. Кстати, в этом году полк впервые нес Знамя Победы. Огромное полотно с именами люберчан, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Подно подробности далее. Участники акции Бессмертный полк собрались на улице Власова. Ровно в 12.00 многотысячная колонна отправится на центральную площадь города. Здесь люди абсолютно разных возрастов, профессий и даже национальностей. Но всех их объединяет одно – они наследники победителей. Здравствуйте, Михаил Петрович. Добрый день. Расскажите, чей портрет держите в руках? Это мой дедушка Михаил Александрович. В честь его назвали меня. Погиб под Севастополем, обороняясь Севастополем в 42-м году. Это мой отец. С 42-го года по 46-й был на фронте. У меня замечательные родители фронтовики. Мама Жукова Мар Николаевна, она участница двух войн. Война с Японией, война с Германией. А у папы он был в освобождении Кавказа. Ну что ж, Бессмертный полк шагает по планете. Накануне к патриотической акции присоединились 75 стран. Теперь пришла и наша очередь. С гордостью и честью люберчане всех возрастов и национальностей идут с портретами своих родных. В 2015 году впервые Бессмертный полк прошелся по улицам Люберес. С тех пор многое изменилось. Количество участников увеличивается в разы. Неизменно лишь одно – наша память о героях. Здравствуйте. Сегодня кто с вами участвует в Бессмертном полку? Здравствуйте. Это Вильбеков Севбек Рамазанович. Наш дедушка и прадедушка. Он воевал на войне, был ранен, был старшиной, но вернулся живой. Это мой отец. Расскажите, где он служил, где воевал? Он служил на Волховском стронте, был связистом, радистом. Но вы с ним долго успели пообщаться? Расскажите о нем. Да, вот он шел на фронт в 43-м году, вернулся в 49-м, а умер он в 2004-м году. Это наш прадедушка, который был работником тыла. И вот мы сегодня напечатали, идем с этой табличкой с ним вместе на этой акции. Бахтин Степан Яковлевич погиб в 41-м году под Смоленском. Танкист. Сгорел в танке. Никто не забыт, ничто не забыто. И сегодня это не просто слова. В Бессмертном полку в Люберцах семьи приходят полным составом. Здравствуйте, кто сегодня с вами? Мы несем наших героев, бессмертных. Это прадед. Это мой прапрадед. Он участник гражданской войны. И Великой Отечественной. В 44 года пошел сапером. Мои бабушка и дедушка. Они учились вместе с Александрой Филипповной. Это их одноклассница. Вот, поэтому я пришла сегодня поздравить ее и почтить память бабушки с дедушкой. Дедушка прошел практически всю войну до Варшавы. Александра Филипповна, расскажите мне, пожалуйста, ну, что вы можете пожелать в этот день всем, всей нашей стране? Мира, радости, доброй, хорошей жизни всем молодым, всему молодому поколению. А это со мной мой супруг. Его 10 лет уже умер. Услышь меня из глубины времен. Ты мой родной, мой легендарный прадед. И с высоты на мир спасенный, глядя, Найди себя среди других имен. Я с гордостью встаю в бессмертный полк. Ведь память о тебе для сердца свята. И помнить подвиг каждого солдата. Для правнуков победы высший долг. Бессмертный полк. Ты будешь жить в Виталии. Бессмертный полк. Победы наши плавят. Бессмертный полк. Бессмертный ядер с нами. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Всем привет, я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.